Добрый вечер! В эфире Универ Ньюс. С вами Журавлёва Мария. Сегодня в выпуске. Исследователи КФУ получили евразийский патент. Студент КФУ – лауреат Российской национальной премии «Студент года-2019». Молодым казанским учёным вручили премию за исследования в области химии. Исследователи КФУ получили евразийский патент за способ лечения с помощью инновационного генного препарата. Более подробно смотрите далее. Учёные КФУ получили евразийский патент на способ лечения с помощью генного препарата, разработанного специально для ветеринарии. Созданная учёными КФУ генная терапия привела к полному восстановлению травмированных лошадей всего за два месяца. Мы лечили лошадей с помощью генных препаратов, повреждений связок, например, у лошадей. И введение такого препарата повышает регенерацию, естественную регенерацию организма, тем самым приводя к более полному и более, скажем так, быстрому восстановлению после травм. Основным преимуществом генной терапии было применение комбинации проангиогенного фактора роста гена, способствующего росту кровеносных сосудов, а также клеток соединительной ткани организма, которые играют важную роль в развитии кости хряща. Изюминкой препарата является то, что мы используем, разработали препарат именно для ветеринарии. То есть, например, для лечения лошадей мы создали препарат, который содержит гены лошадей. А сейчас мы разработали препарат, например, для лечения собак, для лечения кошачьих. В рамках программы, например, создания центра по изучению редких кошек. Все разработки прошли успешную апробацию. Ветеринары применяют их в своей практике, но пока лишь в рамках научных исследований. Лилия Талипова, Ленар Тавлетяров, Универньюс. Студент Казанского федерального университета Камалидин Бабахонов стал лауреатом второй степени Российской национальной премии «Студент года-2019», которая прошла в Ростове-на-Дону. Об этом наш следующий сюжет. Российская национальная премия «Студент года» — уникальный конкурсный и образовательный проект для учащихся в вузов и СУЗов, которые активно участвуют в учебной, научной, спортивной и общественной жизни. Его учредителями в 2014 году стали Министерство образования и науки РФ и Российский союз молодежи. Это национальная премия в области поддержки молодых студентов, которые занимаются активной деятельностью в учебной, в неучебной, по всем сферам деятельности, которые есть. И премия нацелена на то, чтобы поддерживать самых лучших студентов России. Я туда попал благодаря тому, что стали победителями в номинации «Лучший орган студентского самоуправления на уровне Республики Татарстан». И уже после регионального этапа мы попали на всероссийский. И вот эти четыре дня мы боролись за звание, я уже боролся за звание лучшего председателя студенческого совета. В 2019-м имена лучших российских студентов были объявлены 17 ноября в Ростове-на-Дону. Председатель студсовета Института социально-философских наук и массовых коммуникаций Камалидин Бабахонов стал лауреатом второй степени в соответствующей номинации. «Надо сначала пройти огромное количество этапов. На самом деле это университетский, после этого городской, региональный. И только после этого тебя зовут на всероссийский. И то, если ты проходишь по резюме. То есть это надо проделать. Я к этому шел не один год. И нужно понимать, что здесь нужен важен опыт, нужна победа на уровне университета, а потом уже республики, чтобы позвали уже на уровень России. И когда ты предоставляешь свое резюме, важно, чтобы у тебя были и другие достижения в разных сферах. И, наверное, благодаря тому, что я сам участвую в различных конкурсах, участвую в самых различных сферах, получилось таки пробиться на эту премию». За звание лучшего студента из студенческого объединения боролись 270 участников индивидуальных номинаций и 95 студенческих объединений российских образовательных организаций высшего образования. Всего в премию участвовали около 600 обучающихся из 55 субъектов Российской Федерации. Республику Татарстан представили 19 участников. «На первый момент я думал, что на уровне России наверняка есть очень сильные конкурсанты, которые достойны, нереально достойны были все победы. Но когда я пришел туда, и мы действительно показали, я показал тот опыт, который есть у нас, та работа, которая выполняется у нас, то мне сказали то, что уже даже соперники признали, что в Татарстане, конкретно в Казанском федеральном университете, проводится огромная работа в этом направлении, и что именно мы в моем лице достойны на победу. Но получилось так, что второе место, но я думаю, в этом ничего страшного». Камиль Гемоздинов, Леонард Авлитьяров, Универ Ньюс. 19 ноября молодым казанским ученым вручили премию имени Арбузовых за выдающееся исследование в области фундаментальной и прикладной химии. В Институте органической и физической химии имени Арбузова состоялась церемония вручения премии имени Арбузовых за выдающееся исследование в области фундаментальной и прикладной химии среди молодых ученых города Казани. Лауреатами премии 2019 года стали Александр Овсяников, который получил диплом первой степени, и Андрей Смолобочкин, получивший диплом второй степени. «Моя работа была направлена на получение новых функциональных материалов, получение новых материалов для совершенствования современных компьютеров, для улучшения новых сенсоров, изобретения новых распознавающих систем. В общем, сейчас наука направлена на то, чтобы развивать полифункциональность материалов. Вот наше направление исследования, мы тоже небольшой вклад в это направление пытаемся вынести». В завершение торжественного мероприятия победитель конкурса «Кандидат химических наук» Александр Овсяников сделал краткий доклад по результатам своих исследований, получивших наивысшую оценку конкурсной комиссии. Эльвира Зорина, Виолетта Басова, Универньюс. Администрация социальной сети ВКонтакте анонсировала нововведения. Пользователи смогут ставить дизлайки на комментарии. Все подробности вы узнаете далее. С годами социальные сети стали занимать важное место в наших жизнях. Прикрутить ленту перед сном, ответить на сообщения и истории, поставить лайки. Оценить кого-то, поставив лайк, в 21 веке это уже стало нормой. Но что, если будет обратная сторона монеты – дизлайки? Наконец-таки с этим болотом ВКонтакте что-то начали делать, поскольку сюда заходишь и хочешь сказать «Ау, вы где?» Как это повлияет вообще на мировое сообщество? Не знаю. Но мне кажется, что ВКонтакт – он давнишний поставщик ненависти в интернете. И они хорошо умеют справляться с человеческой злостью, таким негативом. И введение дизлайков, я думаю, это последовательная политика. То есть людям дают возможность ненавидеть еще каким-то образом что-то. Поэтому я думаю, что для части людей ВКонтактовские это будет очень полезный инструмент. Данная функция существует на Ютьюбе, но для других социальных сетей это крайне необычно. Так, администрация социальной сети ВКонтакте анонсировала новое введение. Пользователи смогут ставить дизлайки на комментарии. Рядом с комментариями пользователю будет стоять две оценки – положительные и отрицательные. О появлении нового функции было объявлено на ВК-контент-дэй 2019. Многие пользователи ждали возможности ставить дизлайки в связи с желанием выразить свое несогласие с мнением комментатора. И теперь, начиная с 2020 года, пользователям не нужно будет вступать в дискуссию. Теперь будет достаточно поставить дизлайк автору комментариев. Совсем недавно в Китае запустили крупнейшую в мире мобильную сеть 5G. Жители прогрессивных стран еще не успели перейти на 5G, как телекоммуникационная компания China Mobile и университет Цинхуа в Китае объединились для разработки сетей шестого поколения. Совсем недавно в Китае запустили крупнейшую в мире мобильную сеть 5G. Технология 5G позволяет использовать интернет, скорость которого превышает 4G в 20 раз, а в некоторых случаях скорость может быть больше даже в 100 раз. Жители прогрессивных стран еще не успели перейти на 5G, как телекоммуникационная компания China Mobile и университет Цинхуа в Китае объединились для разработки сетей шестого поколения. Системы связи шестого поколения ориентированы на повышение скорости передачи информации, пропускной способности. При этом сокращается задержка по получению информации. По сути, это все будет приводить к тому, что большие объемы информации будут передаваться по сетям, а информация в настоящее время является одним из источников предоставления сервисов, услуг. Соответственно, эта сфера активного использования информационных технологий безусловно будет развиваться. В соглашении о партнерстве сказано, что организации будут проводить научные исследования в сфере сетей и мобильной связи следующего поколения. В заявлении Министерства науки и технологий Китая подчеркивается, что работы над 6G находятся в начальной стадии, но государству необходимо уделить особое внимание развитию этой технологии. Я Журавлева Мария и служба новостей телеканала Универ ТВ с вами прощаемся. Продолжение следует...